Ой, вы гостюшки дорогие, ой, аре молодые, ой, аре молодые. Чем богаты, тем и рады. Днем в четверг с Рио губернатора региона знакомились сельхозпроизводители. В областной филармонии развернули настоящую выставку продукции. Напекли хлеба, привезли урожай, овощи, фрукты. Тут и мед, молоко, масло. Каждый муниципалитет демонстрировал все свои аграрные ресурсы. Станислав Воскресенский смотрел с интересом, задавал вопросы, демонстрируя осведомленность о тех или иных проблемах, пробовал. Шуйский район хвастался 13 сельхозпредприятиями. Все сработали с прибылью. Корма заготовили, несмотря на природные катаклизмы. Мы все время ставим перед собой задачи, несмотря на любые трудности, как минимум сохранить то, что имеем. Ну и, конечно же, все время развивать сельское хозяйство нашего района. Но все время работать только на плюс, идти по пути развития, а не выживания. Фурмановский хлебокомбинат производит 10 тонн продукции в сутки. Регулярно расширяют ассортимент. В линейке более 20 наименований различной продукции. Вся свежая и вкусная с полок уходит в лед. Поэтому хлебокомбинат вышел в сети областного центра. Объемы растут. Мы работаем полностью по классической технологии. Значит, это ржаные сорта на заквасках, а пшеничные сорта – опарный способ. Поэтому продукция долго не черствеет. То есть выдерживает сроки, которые установлены ГОСТом, допустим, батоны трое суток, либо ржаные четверо суток. Выдерживает сроки, эти выдерживаются. На встрече с аграриями Станислав Воскресенский обсудил перспективы переработки молока. Также прозвучало предложение по реализации совместных проектов по выращиванию и переработке льна. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.